Два триллиона тенге в ближайшие семь лет потребуются на реализацию комплексного плана развития отечественного водного хозяйства. Нехватка воды в ряде регионов стала серьезной проблемой, заявили в Сенате. Водосберегающие технологии аграрии сегодня применяются лишь на 17% орошаемых земель. Кроме того, почти 3000 километров орошительных каналов нуждаются в реконструкции. В Министерстве водных ресурсов и регаций провели инвентаризацию гидротехнических сооружений в стране и обнаружили около 40 бесхозных объектов. Больше 500 водохранилищ и каналов находятся в частной собственности. Депутаты парламента часто поднимают вопросы, связанные с дефицитом воды. За последние три года они направили больше 30 запросов. В план мы внесли решение многих насущных проблем, в том числе и тех, которые обсуждаются на сегодняшнем заседании. В связи с этим, при уточнении бюджета, в следующем году необходимо внести необходимые средства для финансирования данного плана. Конечно, возможности госбюджета ограничены, однако водная проблема имеет особое значение для нашей страны. Мы должны финансировать инициативы и программы Министерства водных ресурсов и ирригации в этом направлении. Но сначала необходимо всесторонне изучить и проработать этот вопрос. Запланировано строительство 20 новых водных хранилищ для накопления 3,7 тысяч кубометров воды. Кроме того, в планах реконструировать все имеющиеся гидротехнические сооружения. В первую очередь 15 основных объектов. 14,5 тысяч километров ирригационных сооружений мы должны отремонтировать в ближайшие годы. Чтобы стимулировать агрария внедрять водосберегательные технологии, предлагается увеличить субсидирование на строительство систем орошения. При покупке механизмов капельного и дождевого орошения субсидии составят от 50 до 80% от стоимости. Карагастан увеличивает производство куриных яиц. Сейчас республика лишь на 60% обеспечивает потребности внутреннего рынка. В Минсельхозе обещают в ближайшие три года исправить ситуацию. Не просто прекратить ввозить, но и начать экспортировать яйца. Птицеводческие предприятия страны тоже наращивают производственные мощности. Ежедневно с конвейеров поступает около 80 тысяч яиц. Все они автоматически сортируются по размеру. За год поголовье птиц на предприятиях выросло, увеличилось на 20% и выпуск яиц. В планах руководства наращивать мощности и в будущем году. В Минсельхозе республики говорят, ежегодная потребность внутреннего рынка страны составляет 1 миллиард 200 миллионов яиц. В настоящее время недостающий объем восполняется за счет поставок из Казахстана и России, но ускоренными темпами расширяется производство. Также в Минсельхозе призвали владельцев частных подсобных хозяйств входить в состав и объединений с крупными предприятиями и производителями куриных яиц. В этом случае заработает государственное финансирование. На увеличение поголовье птиц и закупку оборудования предусмотрены льготные кредиты под 6% годовых. В Бишкеке цена за десяток яиц колеблется от 80 сумм за самые мелкие до 135 сумм за крупные. Это от 400 до 675 тенге. В 2024 году производство у нас нарастится примерно на 200 тысяч поголовьев по сравнению с предыдущим годом. Что даст в принципе порядка 8 миллионов добавочных и добавочного яйца в 2024 году. К концу 2025 года мы планируем обеспечить минимум 80% именно продовольственных яиц. Если мы покроем внутреннее потребное, соответственно, будет уже экспорт. Группа «Монсанто» – дочерняя компания немецкого фармацевтического гиганта «Байер» должна будет выплатить 857 миллионов долларов компенсации за ущерб, нанесенный учащимся и родителям-добровольцам в школе образовательного центра «Скайволи» в Монро, штат Вашингтон. Иск подали пятеро бывших учащихся и двое родителей бывших учащихся, утверждая, что воздействие так называемых «вечных загрязнителей», содержащихся в освещении, вызвало у них проблемы со здоровьем. Компания «Монсанто» заявила, что обжалуют это решение. Перспективы сотрудничества обсудили президент Таджикистана Эмум Алярахмон и генеральный директор фонда ОПЕК по международному развитию доктор Абдул-Хамид Алхалиф. Встречу провели во Дворце нации. Стороны обсудили проекты в сфере образования, здравоохранения, сельского хозяйства и транспорта. Одной из ключевых тем также стало производство возобновляемых источников энергии. Они играют важную роль в продвижении зеленой экономики в Таджикистане. Кроме того, собеседники выразили уверенность в том, что будут активно использовать и другие возможности для развития и укрепления двусторонних отношений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова